Сегодня мы будем рассматривать один такой очень важный вопрос Как слышать голос Духа Святого? Я думаю, в нашей жизни это очень важно Для того, чтобы правильно передать учение Иисуса Христа Принцип Писания нужно понимать, что Бог говорит нам о том или о другом вопросе Поэтому, начиная рассмотрение названной темы Давайте мы обратим внимание на то, что Бог всегда желал И Бог всегда желает близости со Своим творением Он желает близости со Своими детьми Я думаю, мы все понимаем, что мы считаем себя детьми Божьими Если мы послушны Его голосу Это очень важно Давайте мы прочитаем такое место из Священного Писания Которое именно об этом говорит Книга Исход, 33 глава, 11 стих И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу Как бы говорил кто с другом своим Правда? Важно! Бог не пренебрегал этим человеком Он с ним разговаривал Разговаривал как будто с другом своим Об этом Господь открыто потом заявлял Аарону и Марьям Родственникам Моисея, брату и сестре его Когда читаем книгу чисел, 12 глава, 6 по 8 стих То там есть написано И сказал Слушайте слова мои Если бывает у вас пророк Господень То я открываюсь ему в видении Во сне я говорю с ним Но не так с рабом моим Моисеем Он верен во всем доме моем И дальше важный стих Устами к устам говорю я с ним И явно о невгаданиях и образ Господа он видит То есть это конкретное местописание Которое свидетельствует о том Что Бог имел прямой контакт с Моисеем Он разговаривал с ним А лицом к лицу, устами к устам Еще одно место Это Псалом 103, 7 стих Псалом 103, 7 стих Написано Он, то есть Господь Показал пути свои Моисею Сынам Израилевым дела свои Поэтому Священное Писание Оно открывает нам Что Бог говорил через пророков Говорил через Сына Своего И говорил лично или персонально Как это было с Моисеем Когда мы читаем Новый Завет То в Новом Завете Иисус Христос заявляет Евангелие от Иоанна 10 глава 14 стих Я есм пастыр добрый И знаю моих И мои знают меня Правда, мы знаем нашего Господа Мы различаем Его голос Среди сотен других голосов Это очень важно Поэтому Бог говорит сегодня к нам И через Священное Писание Он есть пастыр добрый Он полагает жизнь свою За овец своих А овцы слышат голос Его Это очень важно Когда мы читаем второе послание Петра Первая глава 19 стих То там Петр Открыто заявляет И притом мы имеем Вернейшее пророческое слово И вы хорошо делаете Что обращаетесь к нему Как к светильнику Сияющему в темном месте Мы понимаем Например, когда мы молимся Мы говорим с Богом Когда мы читаем Божье слово Это вернейшее пророческое слово Бог говорит к нам Бог говорит с нами И Псалом 118, 105 стих Псалом 118, 105 стих Говорит Слово Твое Святильник ноге моей И свет с тезе моей Это мое краткое вступление Которое свидетельствует о том Что Бог всегда Желал и желает Иметь общение Со своими детьми С овцами своими Но наше задание Обращать особое внимание На священное писание Как на слово от Бога Этим словом не пренебрегать Этим словом дорожить И на это слово обращать Особое внимание Поэтому, имея такие прекрасные советы Давайте мы посмотрим На основании священного писания Что нужно христианину делать Для того, чтобы слышать голос Божий Или голос Духа Святого Мы рассмотрим 7 таких важных принципов Которые говорят о том Что нужно делать христианину Итак, первое Для того, чтобы слышать голос Божий Нужно придерживаться некоторых условий Условие первое Нужно быть исполнителем Божьей воли Но не своей собственной Еще раз Нужно быть исполнителем Божьей воли Но не своей собственной То есть, нужно быть просто послушным Богу Когда мы читаем Евангелие от Матфея 7 главу 21 стих Это нагорная проповедь Иисуса Христа Вы помните, он там говорил Не всякий, говорящий мне Господи, Господи Войдет в Царство Небесное Ну кто? Но исполняющий волю Отца Моего Небесного Таким образом, это конкретное место Священного Писания Которое говорит о том Что нужно быть исполнителем Божьей воли Еще возьмем один интересный момент Вы помните, когда в последнюю ночь С четверга на пятницу После вечери Господней Христос молился в Гефсимании Помните, что Он говорил Отцу Господи, да минует Меня чаша сия Впрочем, не как Я хочу Но да будет воля Твоя Таким образом, Иисус Христос Показал личный пример Для своих последователей Что для того, чтобы быть послушным Богу Для того, чтобы слышать Его голос Нужно быть исполнителем Божьей воли Поэтому Он сказал Да будет воля Твоя Запомнили Так, перейдем ко второму принципу Или ко второму условию Для того, чтобы слышать голос Божий Нужно иметь чистое сердце Свободное от греха и беззакония Еще раз Нужно иметь чистое сердце Свободное от греха И от беззакония В этом мы посмотрим Как молился в свое время Давид После обличения через проканафана Псалом 50 Я прочитаю 12 стих Псалом 50 стих 12 Написано Сердце чистое Сотвори во мне Боже И дух правый Обнови внутри меня Еще одно местописание Псалом 65 18 стих Это тоже молитва Давида В жизни которого Не все было просто Несмотря на то, что он был Божьим избранником Царем Но он совершал ошибки За которые потом Приходилось очень тяжело Расплачиваться Я имею ввиду его семью Так вот смотрите Если бы я видел беззаконие В сердце моем То не услышал бы меня Господь Таким образом Для того, чтобы быть Услышанным Богом И для того, чтобы Слышать голос Божий Нужно заботиться О чистоте Своего сердца Ибо если беззаконие В нашем сердце То мы можем быть Просто не услышанными Нашим Богом В Новом Завете Мы находим условия Которые поставил Иисус Христос Своим ученикам Это Евангелие От Иоанна 15 глава 7 стих Иоанна 15.7 Написано Если пребудете во мне И слова мои В вас пребудут То чего не пожелаете Просите И будет вам Таким образом Сам Христос Объяснял Своим ученикам Что они должны Пребывать в Нем А пребывать в Иисусе Христе Может только человек Имеющий чистое сердце Проблемой Мноих Верующих Людей Является То Что они Желают То есть Хотят Слышать Голос Духа Святого Но при этом Не пребывают Во Христе Это их проблема Бог желает Говорить К нам Он хочет Чтобы мы Слышали Его голос Он Стремится Помочь нам Всегда В наших Трудностях Но прежде всего Он хочет Нашего Послушания Он хочет Нашего Доверия Он хочет Исцеления Нашего Серца В котором К великому Сожалению Иногда Бывают Признаки Непослушания И Собственных Амбиций Давайте Будем Рассуждать Об этом Итак Итак Мы Рассмотрели Два Момента Так Которые Необходимо Исполнять Для того Чтобы Слышать Голос Божий Первый Момент Мы Должны Жить По воле Божьей Да А не По своей И Второй Момент Мы Должны Иметь Чистое Серце Свободное От Греха И От Беззакония Третий Принцип Нужно Иметь Веру Когда мы Читаем Послание К Евреям 11 Глава 6 Стих Там Четко Говорится А без Веры Угодить Богу Невозможно Ибо Надобно Чтобы Приходящий К Богу Веровал Что Он Есть И Ищущим Его Воздаёт Таким Образом Автор Послания К Евреям Четко Объясняет Что Без Веры Угодить Богу Невозможно Библия В результате Которого Возникает Вера Мы Покаялись И Приняли Иисуса Христа Когда Услышали Его Слово Которое Имело Место В нашем Сердце Когда Мы Пережили Рождение Свыше Когда Дух Святой Вошёл Внутрь Нашего Человека Вы Знаете Человек Это Триедино Существо Он Имеет Смертное Тело Он Имеет Душу И Он Имеет Дух До Покаяния До Уверования Наш Дух По отношению К Богу Он Был Мёртвый Но Когда Мы Покаялись Когда Мы Приняли Иисуса Христа Как Собственного Спасителя Наш Дух Ожил И В нём Живут Божественные Чесноты Вера Надежда Любов Молитва Поклонение И Те Божественные Принципы Или Чесноты Которые Живут В нашем Внутреннем Человеке Они Позитивно Влияют На нашу Душу А душа Влияет На наше Тело И мы Удерживаемся От телесных Различных Принципов Или Дел Так Ну пойдём Дальше Поскольку Вера Зарождается От слышания Слова Божьего Она Всегда Связана Со Словом Божьим И поэтому Мы её Ещё Можем Назвать Что она Является Библейской Верой Библейской Верой Пример Проявления Библейской Веры Мы находим В молитве Царя Давида Когда В его Сердце Появилось Желание Построить Дом Для Господа Давайте я Прочитаю Одно Такое Местописание Это Первая Книга Паралипоменон Первая Паралипоменон Семнадцатая Глава Двадцать Третий Стих Семнадцать Двадцать И так Теперь О Господи Слово Которое Ты Сказал О рабе Твоем И доме Его Утверди Навек И сделай Как Ты Сказал Таким Образом Библейская Вера Давида Она Выражается Именно В словах И сделай Как Ты Сказал Подобную Библейскую Веру Проявила И Дева Мария Когда Ангел Господин Сообщил Ей О рождении Сына Божьего Вот как Она Ответила Евангелие От Луки Первая Глава Тридцать Восьмой Стих Луки Один Тридцать Восемь Тогда Мария Сказала Все Раба Господня Да Будет Мне По Слову Твоему Это Была Настоящая Вера Этой Предназначенной Женщины Для Иисуса Христа Ну Скажем Девы Для Иисуса Христа Проявление Библейской Веры Оно Строит Правильное Взаимоотношение Между Богом И Христианином И Оно Позволяет Быть Чутким И Внимательным Голосу Духа Святого Поэтому Библия Открыто Заявляет Приходящий К Богу Должен Веровать Что Он Есть И Ищучим Его Что Он Делает Он Воздаёт Приходящий К Богу Должен Веровать Что Он Есть И Ищучим Его Он Воздаёт И так Мы Разобрали С вами Три Важных Момента Которые Нужно Соблюдать Для того Чтобы Слышать Голос Божий Или Голос Святого Духа Переходим К четвертому Моменту Нужно Быть В Духе Нужно Иметь Правильные Взаимоотношения С Богом И Стремиться Пребывать В Доме Божьем В Доме Господнем Щораз Нужно Быть В Духе Иметь Правильные Взаимоотношения С Богом И Стремиться Пребывать В Доме Господнем Давайте Мы Прочитаем Свидетельство Иоанна Богослова Из книги Откровения Первая Глава Десятый Стих Я Был В Духе В День Воскресный И Слышал Позади Себя Громкий Голос Как бы Трубный Который Говорил Я Был В Духе Еще Одно Место Писания Откровение Четвертая Глава Второй Стих И Тотчас Я Был В Духе Это Свидетельство Человека Который Оказался На Острове Патмос Но Он Имел Общение С Богом Он Был В Духе Живет Внутри Нас Как Личность То При Необходимости Он Говорит Изнутри Храма Верующего Человека Используя Наш Язык Используя Наши Уста Для Того Чтоб Его Голос Был Услышан Давайте Мы Прочитаем Такое Местописание Это Псалом 26 4 Стих Написано Одного Просил Я У Господа Того Только Ищу Чтобы Пребывать Не В Доме Господнем Во Все Дни Жизни Моей Созерцать Красоту Господню И Посещать Храм Его Братья Пусть Это Будет Нашим Правилом Не Только Желанием Быть В Доме Божьем А Это Пусть Будет Нашей Ценностью Помнить О том Что Дом Божий Он Угоден Богу Дом Божий Нуждается В нашем Присутствии Это Очень Важно 83 Псалом 3 Стих Тоже Прекрасно Написано И Истомилась Душа Моя Желая Во дворы Господни Серце Мое И Плоть Моя Восторгаются К Богу Живому Автор Послания К евреям Он тоже Просит Верующих Не Оставлять Собрание Своего Евреям 10 25 Написано Не Будем Оставлять Собрание Своего Как Есть У Некоторых Обычай Но Будем Увещевать Друг Друг И Тем Более Чем Более Усматриваете Приближение Дня Он Ново Давайте Не Будем Вырабатывать У себя Привычки Греться У Чужого Огня Это Плохая Привычка Заботьтесь О Собственном Молитвеном Доме О Дорогой Для вас Своей Церкви Один Служитель Однажды Сказал Членам Своей Церкви Говорит Если Меня Нет В Собрании Значит Я Умер Или Меня Арестовали Братья Что Вы Хотите Чтобы О вас Думал Пастор Церкви Вы Умерли Или Вас Арестовали Когда Вас Нет В Собрании Думайте Об Этом Хорошо Перейдем К Пятому Вопросу Я имел Встречу И вот Во время Этой Встречи Была Молитва И В этой Молитве Бог Показывал Как Он Ограждает Человека Верующего Бодрствующего В своей Жизни Так Было Написано Ему Такая Картина Летит Голубь 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 Летит Голубь 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 Написано Итак Покоритесь Богу Противостаньте Дьяволу И что Он Зделает И убежит От вас Второе место Первое Петра 5.9 Первое Петра 5.9 Противостойте Ему Твердую Верою И Третье место Послание Ефесянам Четвертая Глава 27 стих И Не Давайте Место Дьяволу На Протяжении Всей Истории Христианских Церквей Братья Сатана Пытался Обмануть Христиан И он Пытался Удержать Их От Авторитета Божьего Слова Сам Господь Иисус Христос Вы Помните После Водного Крещения Когда Был Поведен Духом Пустыню Он Показал Нам Настоящий Пример Правильного Поведения Когда Дьявол Нас Атакует Вы Помните Что На Каждое Предложение Дьявола Он Отвечал Написано А Потом Цитировал Священное Место Писания И Вы Помните Дьявол Наконец Отступил От Него Но Что Сделалось Дальше Ангелы Приступили И Служили Ему И Служили Ему Таким 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 Образом Священное Писание Божье Слово Это Надежное Оружие Против Дьявола Христианам Христианам Прибывали Потому Божие Дальше Словами Дальше Дальше Нужно Нужно Дальше Непрестанно Пусть Пусть Горит На Жертвеннике И Не Угасает Вот Так Не Угасая Пусть Огонь Святого Духа Всегда Горит В Сердце Христианина А тем Более В Сердце Служителя И Проявляет Свою Могущественную Силу При Неограниченном Потенциале Молитве Духа Святого Внутри Храма Тела Верующего Человека Да Благословит Господь И Последний Пункт Этой Первой Части Темы Данной Что Нужно Делать Христианину Чтобы Слышать Голос Божий Услышав Голос Духа Святого Нужно Просить У Бога Подтверждения Подтверждения Особенно Когда Мы Слышим Обращение К нам Через Пророков Или Через Веденцев Ну Об этом Порассуждаем Апостол Павел Говорит Что При устах Двух Или Трех Свидетелей Будет Твердо Всякое Слово Даже Сильно Духовные Люди Имеющие Дарование От Господа Могут Ошибиться Именно Поэтому Проверка И Подтверждение Полученной Информации Она Она Никуда Нам Не Помешает То есть Не Будет Неуместной Даже Апостол Иаков В своем Послании Он Открыто Заявляет Это Иакова Третья Глава Второй Стих Говорит Он Ибо Все Мы Много Согрешаем Смотрите Иаков Не Исключает Себя Из числа Тех Людей Которые Могут Ошибиться Он Говорит Ибо Все Мы Много Согрешаем Поскольку Информация От Господа Приходит Через Человека Который Может Согрешить Который Может Ошибиться То Существует Принцип Который Гласит Доверяй Но Проверяй Доверяй Но Проверяй При служении Пророка В церкви После его Речи Прочие Пусть что делают Пусть Рассуждают Прочие Пусть Рассуждают Смотрите Какое Пожелание Оставил Апостол Павел В первом Послании Коринфяна 14 Лова 29 Стих И Пророки Пусть Говорят Двое Или Трое А Прочие Пусть Рассуждают А Прочие Пусть Рассуждают Итак Подводя Итог наших Рассуждений О том Что нужно Делать Человеку Христианину Чтобы Слышать Голос Божий Или Голос Духа Святого Напомним Все Семь Условий Условие Первое Нужно Быть Исполнителем Божьей Воли А не Своей Собственной Второе Нужно Иметь Чистое Серце Свободное От греха И Беззакония Третье Нужно Иметь Веру Четвертое Нужно Быть В духе Иметь Правильное Взаимоотношение З Богом И Стремиться Прибывать В доме Господнем Пятое Нужно Прибывать В состоянии Духовной Борьбы Против Дьявола Шестое Нужно Больше Времени Отдавать Или Выделять Для Поста И Молитвы То есть Всегда Иметь Время Для Бога И Седьмое Услышав Голос Духа Святого Просить У Бога Подтверждение Дабы В последующем Своем Служении Не Совершить Никакой Ошибки А Если Голос Будет Не От Бога А Если Будет От Человека Итак Первая Часть Нашего Сегодняшнего Семинара Закончена Если Вы Не Устали То Мы Автоматически Переходим Ко Второй Части Продолжаем Братья Продолжаем Итак Вторая Часть Нашего Семинара Гласит О Методах Которые Использует Бог Для Передачи Своей Воли Итак Первое Слышен Голос Божий Просто Слышен Голос Божий Давайте Мы Прочитаем Как Какой Был Голос Божий К Самуилу Когда Он Был Одан Своей Матерью Туда В дом Господень И он Там Находился Со Священником Первая Книга Царств Третья Голова 10 стих Иисуса Христа В Иордании Вы помните Что Иоанн Креститель Он Такжды Услышал Глаз С небес Куда Читаем Евангелию От Матфея Третья Глова 17 стих Там Написано И все Глаз С небес Глаголющий Се Сын Мой Возлюбленный В Котором Мое Благоволение Иоанн Креститель Слышал Этот Голос Еще Один момент На горе Преображения Иисуса Христа Ученики Также Слышали Глаз Из Облака Глаголющий Се Сын Мой Возлюбленный В Котором Его Благоволение Его Слушайте Об этом Случае Вспоминает Апостол Петр В своем Втором Послании Давайте Прочитаем Это Второе Послание Петра Первая Глава 17 стих Второе Петра 1 17 Ибо Он То есть Христос Принял От Бога Отца Честь И Славу Когда От Велелепной Славы Принесся К Нему Такой Глаз Сеясь Сын Мой Возлюбленный В Котором Мое Благовление Итак Братья Первый Метод Который Использует Бог Для Объявления Своей Воли Это Просто Слышан Голос Божий Второй Метод Видение Бог Использует Видение Для того Чтобы Передать Свою Волю Книга Деяния Апостолов 10 Глава Я не буду Все читать Там Очень Много Вы Помните Там Говорится О доме Корнилия Сотника Полка Италийского Да И Речь Идет О Петре И Вот там Петр Видит Видение В Иопии В доме Симона Кожевника И Кроме Видения Петр Также Слышал И Голос И Этот Голос Был Встань Петр Заколи И Ешь До Этого И Корнилий Видел Видение Иначе Би Он Не Посылал Своих Слух К Петру Дабы Позвать Его В свой Дом Дальше Об этом Видении Апостол Петр Позже Рассказывал Апостолам В Иерусалиме Это 11 Глава Он Отчитывался О том Как Бог Использовал Его В доме Сотника Корнилия И Апостолы Приняли Что И к Язычникам Бог Так же Неравнодушен Давайте Еще одно Место Прочитаем Прочитаем Видел Видение Так же И Апостол Павел Об этом Он Описывает Во втором Послании Коринфянам 12 глава С 1 1 по 4 4 стих Я Не буду Тоже Читать Все Место Это 4 Сиха Но Вы Помните Там Зазначено Что Он Был Восхищен В рай И Он Слышал Неизреченные Слова Которых Человеку Нельзя Пересказать Помните Там Об этом Дальше В своем Послании К Галатам А 1 Глава 11 И 12 Стих Там Тоже Апостол Павел Возвещает Им Евангелие Которое Он Принял Как Через Откровение Иисуса Христа Деяния Апостолов 9 Глава 10 По 16 Стих Там Господь Обращается В видении К одному Ученику В Дамаске Именем Анания Помните Дает ему Распоражение Как поступить Савлом Который Был По дороге К Дамаску Обращен Господом И Ослеп И нужно было Над ним Немножко Поработать Таким Образом Мы Разобрали Уже Два Пункта И Рассмотрели Методы Которые Бог Использует Для Передачи Своей Воли Первый Метод Это Слышен Голос Божий Второй Метод Это Видение Третий Метод Ночное Сновидение Я Таким Образом Ночу Когда Они Спали Павел Сновидение По 16 Стих Деяния В священном Писании Молилась О нем Господу Помните Да И Петр Был Освобожден Ангелом Господним Из темницы И И Куда Петр Пришел Дверям Того Дома Где Были Собраны Верующие То Когда Служанка Пришла Открывать Двери Она Даже Не Поверила Что Петр Стоит Так Ты В Темнице Но Там Бог Использовал Ангела Свой Ангела Господнего Для Того Чтобы Освободить Петра И Седьмой Стих Там Говорит И Вот Ангел Господень Предстал И Свет Осиял Темницу Ангел Толкнул Петра Убок Пробудил Его И Сказал Встань Скорее И Цепи Упали С рук Его Дальше Куда Мы читаем Деяния Апостолов Пятую Главу С Семнадцатого По Двадцать Первый Стих Там Говорится О том Что Апостоли Были Арестованы И Находились В Темнице А И Ангел Господень Их Освободил Когда мы читаем Ангел Господень Ночью Отворил Двери Темницы И Выведший Их Сказал Идите И Ставши В Храме Говорите Народу Все Сие Слова Жизни Библия Называет Ангелов Служебными Духами Посылаем Их На служение Для тех Которые Имеют Наследовать Спасение Об этом Написано У послания К евреям Первая Глава Четырнадцатый Стих Итак Мы разобрали С вами Четвертый Метод Который Использует Бог Для Передачи Своей Воли Это Он Использует Ангелов Явление Ангелов Пятый Метод Бог Использует Пение Христианских Гимнов Или Христианских Песен Я думаю В вашей церкви Были Такие моменты Что Во время Пения Вы Имели Желание Встать Со своего Места Присоединиться К пению Или Закрыть Глаза И обратиться К Богу Когда Во время Христианской Песни Бог Поющих Исполнял Духом Святым И было Такое Пробуждение Я думаю Можно Навести Множество Таких Примеров Которые Свидетельствуют О том Как Бог Через слова Гимна Псалма Христианской Песни Говорил К людям Касался Их Сердец Во время Богослужения Или во время Какой-нибудь Евангелизации Апостол Павел Увещал Верующих В Эфесе Исполняться Духом Назидая Самих Себя Чем Псалмами Славословиями И песнопениями Духовными Поя И воспевая В сердцах Своих Господу Это Послание К Эфесянам 5-я Лова С 18-го По 21-й Стих Можете Дома Это Себе Прочитать Шестой Метод Который Бог Использует Для Объявления Своей Воли Это Дары Святого Духа Ну Читая Деяния Апостолов 5-ю Главу С 12-го По 16-й Стих Там Описывается О том Что Руками Апостолов Совершались В народе Многие Знамения И Чудеса Множество Мужчин И Женщин Присоединялось Господу То есть Тут Конкретно Подчеркивается О том Что В народе Руками Апостолов Совершались Знамения И Чудеса Это Были Духовные Дары Деяния Апостолов 6-я Глава 8-й Стих А Стефан Исполненный Веры И силы Совершал Великие Чудеса И Знамения В народе То есть Бог Использовал Этого Диакона Стефана Который Совсем Недавно Был Рукоположен На служение И Стефан Стефан Совершал От имени Бога Великие Чудеса И Знамения Те Кто Вступали В спор Со Стефаном Они Не Могли Противостоять Мудрости И Духу Которым Он Говорил Во Время Продолжительного Служения Апостола Павла И Варнавы Виконии Когда Они Смело Проповедовали О Господе То Господь Давал Свидетельство Слову Благодати Своей И Творил Руками Их Знамения И Чудеса Это Деяние Апостолов 14 Глава 3 Стих Там Об этом Подчеркивается Таким Образом Для Передачи Своей Воли Бог Использует Дары Святого Духа Седьмое Для Передачи Своей Воли Бог Конкретно Использует Пророчество По дороге В Йерусалим Апостол Павел И бывшие С ним Пришли В Кесарию Ну и Вошедшие В дом Филиппа Благовестника Одного Из семи Диаконов Просто Остались У него И вот Как Лука Автор Книги Деяния Апостолов Об этом Описывает 21 глава 10 и 11 стих Книги Деяния Апостолов Между тем Как мы Прибывали У них Многие Дни Пришел Из Иудеи Некто Пророк Именем Агау И Вошед К ним Взял Пояс Павлов И Связав Себе Руки И Ноги Сказал Так Говорит Дух Святый Мужа Чем Этот Пояс Так Свяжут В Иерусалиме И вот тут Очень важно Братья Помнить о том Что в зависимости От духовного состояния Этого пророка Будет Правильная Или искаженная Передача Информации От Бога Если Человек Боится Бога Если Он Думает О Боге И Он Думает О том Что Нужно Быть Внимательным Он Передаст Пророчество Правильно А не Искаженно Помните Слова Якова Ибо Все Мы Много Ошибаемся Вот Таким Образом Пророк Является Вестником Который Получает Весть От Бога И затем Передает Ее Дальше И Пророк Несет Ответственность За передачу Полученной Информации Апостол Петр Дает Четкое Объяснение Пророчеству Второе Послание Петра Первая Глава Двадцатый И двадцать Первый Стих Написано Никакого Пророчества В Писании Нельзя Разрешить Самому Собою Ибо Никогда Пророчество Не было Произносимо По воле Человеческой Но Изрекали Его Святие Божие Человеки Будучи Движими Духом Божием Объяснение Объяснение Запрещение Запрещается Удачей Своей Своей Воли Он Использует Явление Божьей Славы Явление Божьей Славы Куда мы Читаем Книгу Исход 33 Голова 9 и 10 Там написано Куда же Моисей Входил В скинью Тогда Спускался Столб Облачный И Становился У входа В скинью И Господь Говорил С Моисеем И Видел Весь Народ Столб Облачный Стоявший У входа В скинью И Вставал Весь Народ И Поклонялся Каждый У входа В шатер Свой Таким Образом Столб Облачный Это Было Явление Божьей Славы И Это Явление Позитивно Влияло На Євреев Которые Находились Каждый У своего Шатра Когда Водни Царя Соломона Был Перенесен Ковчег Завета Господня Из Города Давидова То есть Сиона На его место В новом Построенном Храме То нужно Было Трубящим И Поющим Издавать Один Голос К восхвалению И Славословию Господа Давайте об этом Прочитаем Второе Парли Парлипоменон Пятая Глава Тринадцати И Четырнадцати Стих Вторая Книга Парлипоменон Пятая Глава Тринадцати Четырнадцати Стих И Когда Загремел Звук Труп И Кимвалов И Музыкальных Орудий И Восхваляли Господа Ибо Он Благ Ибо Вовек Милост Его Тогда Дом Дом Господень Наполнило Облако И Не Могли Священники Стоять На Служении По Причине Облака Потому Что Слава Господня Наполнила Дом Божий При молитве Первых Христиан После Освобождения Петра И Иоанна Из Темницы Написано Что Поколебалось Место Где Они Были Собраны И Исполнились Духа Святого И Говорили Слово Божье Зверзновением Это Деяние Апостолов 4 глава 31 стих Поколебалось Место Где Они Были Собраны Это Было Явление Божьей Славы Еще Одно Событие В городе Филиппы Деяние Апостолов 16 глава 25 и 26 стих Около Полуночи Павел И Сила Молясь Помните Они Были В Темнице Воспевали Бога Узники же Слушали Их Вдруг Сделалось Великое Землетрясение Так Что Поколебалось Основание Темницы Тогда Отворились Все Двери И У всех Узы Ослабели Ну В Украинском Языке Написано Кайданы Зусих Поспадали Тут Написано У всех Узы Ослабели А в Украинском Языке Написано Кайданы Зусих Поспадали Таким Образом Это Было Явление Божьей Славы Когда Сделалось Великое Землетрясение Поколебалось Основание Темницы И Узы Ослабли Девятый Метод Тихий Внутренний Голос Мы его еще Называем Голос Совести Этот голос Может Услышать Только Духовный Человек Который Хорошо Знает Голос Духа Святого Именно В духе Человека Возникает Побуждение От Духа Божьего И Влечение Или Требование Выполнять Какое-то Действие Вы знаете Иногда К служителям Или К духовным Людям Имеющим Духовное Дарование Внутри Есть Побуждение Подойти К тому Или иному Человеку Возложить На него Руку Или От Бога Сказать Ему Какое-то Повеление Или Утешение Таким Образом Прислушиваясь К голосу Нашего Внутреннего Человека К голосу Нашей Совести Мы Делаем То или иное Действие Вот Как Об этом Пишет Апостол Павел Деяние Апостолов 20 глава 22 2 и 23 Стих И вот Думаем Что Когда Наш Дух Человеческий Соединяется С Духом Божиим То Солазство Священного Писания Мы Становимся Одним Духом Мы Признаем Это По Писанию Дух Божий И Дух Человеческий Они Вместе И Приходит Побуждение Приходит Свидетельство Внутренний Тихий Духовный Голос Десятый Метод Это Слово Божие Библия Которое Использует Бог Для Передачи Своей Воли Если Мы Слушаем Если Мы Читаем Если Мы Изучаем И Принимаем Слово Божие Как Пищу Духовную То Слова Божие Попадают В наше Сердце Контролируют Его И Совершают То Что Бог Обещал В Своем Слове Дают Жизнь Для Нашей Души И Дают Здоровье Для Всего Нашего Тела Действие Слова Божьего Оно Уникально И Оно Полезно Также И Для Нашего Разума Давайте Прочитаем Такое Местописание Псалом 118 130 Стих Псалом 118 Стих 130 Откровение Слов Твоих Просвещает Вразумляет Простых Вразумляет Простых В Новом Завете Также Звучит Призыв Иисуса Христа Иоанна 5 Глава 39 Стих Мы Мы Назваем Этот Стих Золотым Стихом Писания И Исследуете Писания Ибо Вы Думаете Через Них Иметь Жизнь Вечною А Они Свидетельствуют О Мне Слово Божие Открывает Человеку То Чего Он Никогда Не Может Достичь Своим Собственным Умом Или Даже Своим Собственным Интеллектом Братя Мирское Образование Это Не Гарантия Успеха В Нашей Жизни Успех В Нашей Жизни И Понимание Воли Божьей Зависит От нашего Правильного Отношения К Божьему Слову Как мы Его Понимаем И как мы Его Используем Вот как Пишет Об этом Автор Послания К Евреям Четвертая Глава Двенадцатый Стих Ибо Слово Божие Живо И Действенно И Острее Всякого Меча Обою До Острово Оно Проникает До Разделения Души И Духа Составов И Мозгов И Судит Помышления И Намерения Сердечные Это Прекрасное Свидетельство Другими Словами Нет Такого Места В Личности Человека Куда Б Не Проникало Божье Слово Если Человек Духовный Божье Слово Влияет И На Наш Дух И На Нашу Душу И На Наше Тело Будучи Посеянным Как Зерно В наше Сердце Слово Божье Дает Нам Вечную Жизнь Оно Ежедневно Кормит Нас Оно Приводит Нас К Совершенству Оно Просвещает Наш Разум Оно Является Незаменимым Оружием Нашим В борьбе С грехом И в борьбе С дьяволом И в борьбе С дьяволом Итак Братья Подводя итог Наших Рассуждений О том Какие методы Использует Бог Для объявления Своей воли Давайте Ими напомним Все Десять Методов Еще раз Итак Метод Первый Слышен Голос Божий Метод Второй Видение Метод Третий Ночное Сновидение Метод Четвертый Явление Ангелов Метод Пятый Пение Христианских Песен Псалмов Гимнов Метод Шестой Дары Святого Духа Метод Седьмой Пророчество Метод Восьмой Явление Божьей Славы Девятый Метод Тихий Внутренний Голос И Десятый Слово Божье Библия Если Мы Братья Пренебрегаем Словом Божьим И Не Живем Согласно Его Воле Сатане Очень Легко Нас Обмануть Помним Об этом Всемогущий Бог Он Никогда Не Скажет Чтобы Мы Делали Нечто Противоречащее Его Слову Он Хочет Чтобы Мы Были Исполнителями Божьего Слова Но Не Нарушителями Поэтому Чем Лучше Мы Знаем Писание Тем Легче Нам Распознать Голос Божий В Библии Мы Всегда Найдем Божий Совет По Любому Интересующему Нас Вопросу И Если Во Время Молитвы Вы Слышите Нечто Противоречащее Священному Писанию Будьте Уверены Это Исходит Не От Бога Это Либо Голос Вашей Плоти Либо Голос Сатаны Искушающий Вас Голос Бога Ни Найоту Не Отступит От Принципов Священного Писания Аминь Братья Аминь Да Благословит Вас Бог Я думаю Эта тема Будет Для Вас Полезной Ибо Мы Сегодня Рассмотрели Что Нужно Делать Человеку Христианину Служителю Божьему Для Того Чтобы Слышать Голос Божий Или Голос Духа Святого И мы Рассмотрели Методы Которые Использует Бог Для Передачи Своей Божественной Воли Божьему